Все люди отрабатывают негативную карму страны. Есть ли способ уменьшить отработку кармы? Ну, если вы находитесь внутри среды, хотите ли вы, не хотите, на вас ложится карма страны. Чем более высокий у вас уровень развития, тем меньше на вас это влияет, соответственно. То есть это люди, которые очень высокие, скажем так, очень сильно развитые, у них много сильных качеств развитых, на них в стране может быть много чего плохого, и вокруг может быть, говорится, пожар, а человек живет хорошо. Соответственно, то есть рождаясь в той или иной среде, вы хотите или не хотите, попадаете под ее карпом. Но если ваша личная ситуация более сильная, чем ситуация страны, вы даже в самой сложной ситуации не будете страдать. Это люди, которые приходят на войну, где смерть, где кровь, где голод, где холод, где страдания, где жестокость, проходят всю войну и возвращаются с войны со здоровой психией. Вот возьмите, был такой артист Никулин, если вы знаете, то он прошел всю войну, причем в каких-то низких званиях, то есть не старшим офицером. А пришел после войны, он стал комиком. То есть внутреннее станение человека такого, что пройдя через войну, человек не набрал ни агрессивности, ни злости, ни обиды, ни уныния, ни усталости, ни там чего-то еще. То есть он сумел после войны стать очень хорошим, на мой взгляд, очень хорошим комиком, комедийным актером. То есть то, что накоплено внутри вас, несмотря на то, что какая среда, она будет превалировать. Есть такое в астрологии понятие щиты Грегора, так называемый. Если человек в прошлой жизни очень много помогал другим, защищал, то в этой жизни будет его еще система защищать. Это не означает, что человеку не нужно ничего делать, никуда идти. Вот это бывают такие случаи, когда человек даже во самой опасной среде будет защищен. Тогда, когда он очень много в этом плане делал для себя и для окружающих. В этой жизни как бы сама система его будет поддерживать. И тогда, когда два человека попадают в аварию, на одном не царапинки, а другой умирает. То есть, соответственно, есть страны с очень плохой кармой, да, есть страны с кармой получше. Соответственно, и попадая в страну, вы хотите, не хотите, попадаете под это воздействие. То есть, но в любой стране есть гармоничные люди, и гармоничные люди могут все же счастливы в любой стране. Даже в той стране, где все очень плохо. У тебя очень высокий потенциал, ты можешь жить хорошо, практически где угодно. Причем честно жить. Для этого нужно развивать именно эти качества в себе. То, что делает вас из человека, там, суперчеловеком, богочеловеком. Такой человек может везде жить хорошо. То есть, это путь, скажем так, не короткий и не простой. Но если над ним работать, на своей жизни можете увидеть, как жить хорошо в любой, можно фактически в любой среде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!